Акмолинская область. Уважаемый Карим Коженканович, у нас земель сельхозназначения 9,9 миллионов гектаров, или 67,5% от общей территории. Я должен доложить вам, что все земли сельхозназначения, за исключением 161 тысячи гектаров, это 2,7% пахотно-пригодных земель, которые сегодня чистятся в землях с запасом, закреплены за земли пользователями и оформлены за юридическими, физическими лицами в установленном законном порядке. На основании результата инвентаризации местными исполнительными органами сегодня проводится анализ по рациональному и эффективному использованию сельхозземель, а также проводится системная работа судебными органами по возврату введения государства неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Апериативно принятые нами меры позволили только в прошлом году вовлечь сельхозоборот через конкурсные процедуры в области более 375 тысяч гектаров земли и поставить на отчетках бесхозное имущество 176 тысяч гектаров. Из них только в текущем году, благодаря своевременно принятым мерам, возвращены введения государства 101 тысячи гектаров. На стадии судебного рассмотрения находится материал на площади 52 тысячи гектаров. В этом году поставлено на отчет как бесхозное имущество 184 тысячи гектаров, вовлечено сельхозоборот 179 тысяч гектаров сельхозземель. На текущую дату рабочими группами переданы в территориальную земельную инспекцию, как уполномоченному органу по подведомственности рассмотрения адома реагирования, 157 материалов на площадь 48 тысяч гектаров. Также в земельную инспекцию будет направлен большой поток материалов рабочих групп, результат проводимых работ. Я должен доложить, что практика и опыт работы по взаимодействию с судебными органами указывает на усложненную процедуру изъятия пахотно-пригодных и пазмичных угодий. Зачастую только по одному делу судебные разбирательства затягиваются несколькими инстанциями, а дела накапливаются многочисленными томами процессуальных материалов, и возникает острая необходимость упрощения этого механизма. Мне думается, что основной проблемой высказанной является то, что до настоящее время, как ни странно, не разработана соответствующая методика определения эффективности использования сельхозземель, а также отсутствия правил рационального использования земель сельхозназначения. А без данной методики нет возможности осуществлять постановку неиспользуемых пазмичных угодий на счет как их бесхозное имущество. Не представляется возможным привести доказательства неиспользования, нерационального и неэффективного использования на судебных процессах, в особенности по пазмичным угодиям. К примеру, во время судебных процессов ответчиками представляются материалы о якобы полной обработке паш, не используя распашку, незначительной части земельного участка, то, о чем говорил сейчас господин Узбеков. В целом же нами проводится последовательная работа системная по ревизии земель сельхозназначения, и для, безусловно, выполнения указанных мероприятий из областного бюджета выделены необходимые финансовые средства. В заключении хочу отметить, что отдельные хозяйства в нашей области уже начали свою прибыль вкладывать в разработку проектов рационального использования земель, разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства, определение плодородия почв. Для проведения дальнейшего мониторинга за качеством почв, необходимости наличия паспортов земель сельхозназначения и осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель, мы бы внесли предложение о проведении крупномасштабных почвенных обследований всех сельхозназначенных земель централизованно за счет средств республиканского бюджета. Мне думаю, это было очень правильно. Спасибо. Доклад окончен. Кустанайская область. Добрый день, уважаемый Карим Кожиханович, уважаемые коллеги. Площадь Кустанайской области составляет 19 миллионов 600 тысяч гектар, из них сельхозугодие составляет 18 миллион 122 тысяч гектар, земли сельхозназначения 9 миллионов 636 тысяч гектар, землезапасы 7 миллионов 456 тысяч гектар. Эти земли, госзапасы, это в основном пазмящиеся на Костанайской области, которые находятся в южных районах нашей области. Ревизию намечено провести на площади 9 миллионов 636 тысяч гектар, земель сельхозназначения, из них 5 миллионов 487 тысяч гектар. По итогам проведенных работ выявлено 326 неиспользованных земельных участков на площади 260 тысяч гектар, из них пачни 203 тысяч гектар. Повстали на учет, как бесхозные с земли 161 участок, это площадь 137 тысяч гектар, пачни 74 тысяч гектар. Подано исков суд по изъятию государственного собственности в один участок площадью 38 тысяч гектар, из них пачни 24 тысяч гектар. Возвращено государственную собственность по решению местных исполнительных органов 43 участка общей площадью 30 тысяч гектар. А осталось возвратить государственную собственность 118 участков в 130 тысяч гектар, и в ней в том числе 65 тысяч пачни. Полностью завершим мы эту работу 1 октября 2011 года. Все свои предложения по изъятию земель мы отправили в Минсельхоз с министром сельскохозяйства, мы эти вопросы все обсудили. Спасибо. Спасибо. Павлодарская область. Павлодарская область. Подлежит обследованию 4 миллиона 220 тысяч гектаров, земель с хозяйственным назначением. На сегодняшний день обследование 2 миллиона 260 тысяч, 2660 участков на площади 1 миллиона 605 тысяч гектаров, или 38 процентов от площади, подлежащей обследованию. Из них выявлено неиспользуемых 395 участков площадью 202 тысячи гектаров, в том числе сельскохозяйственных угодий 202 тысячи гектаров. С начала года возвращено в государственную собственность 52 участка на площади 48,4 тысяч гектаров, из них в судебном порядке 9 участков площадью 36 тысяч гектаров, и по фактам добровольного отказа 43 участка на площади 12 тысяч гектаров. Первый этап ревизии земель с назначением по области полностью завершится до 1 июля текущего года в соответствии с утвержденными графиками городов и районов. Полностью поддерживаем мысли, озвученные председателем агентства относительно земель, которые находятся в залоге. Данное предложение мы с ними тоже обсуждали. Было бы хорошее, если правительство решения данного предложения поддержит. Что касается вопросов несоответствия, которые озвучивал также председатель агентства, здесь мы считаем, что особо проблем нет, несоответствия в плане того, что 92 тысячи гектаров это изъятое в 2010 году, а на сегодняшний день по 1 июля 48 тысяч. Все цифры таковы, проблемных вопросов нет. Спасибо. Восточный Казахстан. Уважаемый Карим Канжевканович, докладывается заместитель Акима Пинчук. Земли сельхозного значения в Восточном Казахстанской области 9 миллионов 700 тысяч гектаров. С 2009 года мы проводим инвентаризацию земли. Выявлено неиспользованных земель 686 тысяч гектаров. Из них 121 тысяча это пашни. По ТЭЦ, по городу Семи, освоено на сегодняшний день 3,8 миллиарда тенге. На прошлой неделе комиссия во главе с соседом Орентавичем Секешем была на ТЭЦ-1. В городе Семи ознакомилась с ходом работ на данном объекте. И Аким области благодарит вас, Карим Канжевканович, за оказанную поддержку по решению данной проблемы. Доклад окончен. В Матинской области. Уважаемый Карим Канжевканович, в целях выявления неиспользуемых земель во всех районах области созданы рабочие группы по проведению инвентаризации земель сельхозяйственного назначения. Земельный фонд области составляет 22,4 миллиона гектаров. Из них сельхозяйственного угонья 16,4 миллиона гектара. На 13 июля текущего года выявлено 292,6 тысяч гектаров неиспользуемых земель. В 2010 году возвращено в государственную собственность 24,2 тысячи гектар земель сельскохозяйственного назначения. 31,6 тысяч гектаров поставлено на учет как висхозное имущество. Из них 8,4 тысяч гектаров решениями суда возвращены в государственную собственность. В настоящее время рабочими группами ведется анализ выявленных неиспользуемых земель в целях возврата в государственную собственность. В постановке на учет как висхозное имущество ведутся переговоры с землепользователями на предмет добровольного отказа от права землепользования. Областной рабочей группы переданы материалы по 328 земельным участкам общей площадью землепользования 105,6 тысяч гектаров для принятия соответствующих мер в Межрегиональную земельную инспекцию. В земельной инспекции готовятся материалы для привлечения нарушителей земельного законодательства к административной ответственности. Работа по инвентаризации земель продолжается. У меня все. Жамбульская область. Салма, Сатарма, Курмета Кэром Кашмханула, Курмета Рпестер. В Жамбульской области площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 4,4 миллиона гектаров. Из имеющихся 756 тысяч га пашни поливными являются 174 тысячи гектаров и багарные 582 тысячи гектаров. Согласно земельного баланса, в прошлом году по области не было освоено порядка 16% пашни или 115 тысяч гектаров. Из них порядка 16 тысяч или 9,7% являются поливные земли. В прошлом году кематом были приняты меры. На восстановление и текущий ремонт водохозяйственных объектов в рамках дорожной карты было выделено и освоено 650 миллионов тенге. В текущем году из областного бюджета мы выделили 321 миллион тенге, так как основными причинами, мы считаем, не освоение является отсутствие слабой материально-технической базы мелких крестьянских хозяйств. У нас этих крестьянских хозяйств порядка 16 тысяч против, например, почти 6 тысяч в Костанайской области, хотя земель значительно меньше, то есть есть такая проблема. Также у нас есть проблема засоления, опустыни, деградации, подвержения к эрозии почвы из-за ее низкой агротехнической обработки и изношенности дренажно-ладковых сетей. Поэтому мы для себя приоритет восстановления вот этой дренажно-ладковой сети и вопросы опустыни и деградации в этом направлении выбрали для себя приоритетом. Также мы в прошлом году, понимая, что численность имеющейся земельных инспекций всего 4 человека у нас в области, в рамках дорожной карты были выделены необходимые средства и 22 специалиста по договору были наняты. В результате совместной работы с межрегиональной земельной инспекцией за нарушение поиспользованных земельных участков 1048 землепользователям были даны предупреждения об изъятии земель через сут площадью где-то 64 гектара. Таким образом, 64 тысячи гектаров. В прошлом году, таким образом, в государственную собственность были возвращены 41 тысяча с половиной гектаров земли, в том числе пашни 24 тысячи гектара. Из них вовлечено, сельскохозяйственной оборот, уже 26 тысяч гектаров. В этом году, на 10 июня, выявлены 581 земельный участок площадью 210 тысяч с половиной гектаров, используемые с нарушением земельного законодательства. На учет уже поставлены, как безхозяйственные, 222 земельных участка площадью 9,2 тысячи гектаров, в том числе 3 тысячи гектаров пашни. На сегодняшний день мы передали в земельную инспекцию для принятия административных мер 3 участка с площадью 163 тысячи гектаров, в том числе 5 тысяч пашни. В текущем году землепользователями в результате проведенной работы возвращены на добровольной основе 62 земельных участка с площадью около 2,2 тысячи гектаров. По итогам посевов сельскохозяйственных культур области будут проведены результаты, подведены результаты по неиспользуемым землям сельхозназначения. Кроме того, в текущем году для инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения из областного бюджета выделено дополнительно 20 миллионов тенге. В связи с этим во всех районах области созданы рабочие группы для организации контроля и приемки этих работ. Короче, мы эту работу в прошлом году активно начали двигать. И хотелось бы несколько предложений сказать. Поддерживая в целом проект системных мер в области совершенствования контроля за состоянием земель, предлагаем увеличить численность либо в целях усиления контроля за использованием и охраной земель, считаем целесообразным создать земельную инспекцию в каждой области, либо как структурное подразделение местных исполнительных органов, либо, пусть это будет республиканское, но в каждой области, потому что, например, я сказал, 4 человека всего на 14,4 миллиона гектар земли в нашей области. Практически, конечно, они никогда с ревизией сами не справятся, поэтому хотелось бы, чтобы численность была больше и подразделение отдельное существовало. Также мы предлагаем, чтобы в статье 81 земельного кодекса нужно дополнить основанием для изъятия земель, что основанием для изъятия земель является невыполнение условий, установленных договором между полномоченными органами местных исполнительных органов и землепользованием. То есть договоре четко заложить о силуобороте, об удобрении, о нарушении плодородия почвы и так далее, и чтобы у нас четкий был, скажем, критерий, тогда в судах нам будет легче. Ну и последнее предложение. В целях обеспечения достоверности мониторинга земель на основе определения качественных показателей плодородия почвы предлагаем восстановить агрохимпочвенные лаборатории в областях, потому что они физически точно нужны для того, чтобы мы четко толковали, в каком состоянии сейчас находится земля или почва. У меня все, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...